Особое мнение на 101FM Есть вам вопрос, Михаил Вячеславович? Честно говоря, прочитав его впервые, я не понял, о чем идет речь, но вы, главное, поняли. Сейчас поясните и прокомментируйте. Мне кто-то друг ослабный интересуется, что дала поездка в Нижний Новгород на семинары и что ожидать нового? Что за поездка, что за семинар? Ну, речь идет о семинаре, который проводит фонд сработничества. Есть такой международный фонд и совместно с Московским Патриархатом. В этом году исполняется 10 лет конкурса, который у нас название «Православная инициатива». Суть конкурса в данном случае это финансовая поддержка, деятельность различных организаций, муниципальных, небюджетных, бюджетных, православных, религиозных, общественных, коммерческих. Религиозные тут основные условия, да? Нет, нет, как раз нет. Деятельность, которая направлена на сохранение, промножение развития российских, русских традиций, православных традиций в нашем обществе. И в данном случае в Нижнем Новгороде состоялся семинар, где встречались эксперты, являясь экспертом данного конкурса, встречались с победителями разных лет с Приворского федерального округа. И речь шла о том, как повысить качество подаваемых заявок, качество реализуемых проектов, для того, чтобы повысить эффективность этой работы. То есть на протяжении двух дней мы в данном случае разговаривали о том, как внедрить оценочные механизмы в проектную деятельность. И это, наверное, встречая на вторую часть вопроса является как раз новшеством. То есть требования к заявкам, требования к реализованным проектам и реализованным проектам повышаются. Больше внимания будет уделяться не столько количественным показателям, сколько именно качество работы. В Кировской области есть люди, которые, собственно, уже получили поддержку? Ну, на протяжении 10 лет у нас ежегодно есть победители. То есть их, к сожалению, не так много. В последние годы вообще отмечается тенденция по снижению количества и заявителей, и победителей. Ну, вот, в частности, один из победителей прошлого года – это наш киноклуб. Вот он тоже присутствует на данном семинаре. И я надеюсь, что в этом году, когда в августе будет объявлен новый конкурс уже на следующий год, и их непосредственно заявка будет более качественная, и, соответственно, появится еще больше кировских заявок. Победители получают на КИК-грант? Да, там речь идет о деньгах, то есть в зависимости от вида проекта, там, от 300 тысяч до миллионов. Не загнется ли эта деятельность в связи с тем, что с обострением международных отношений вы начали с того, что международный фонд? На самом деле, я считаю, что это то, что не попадет никогда ни под какие санкции, потому что речь идет и о той политике, которую проводит Русская Православная Церковь на территории других государств. Речь идет и о совместных проектах между российскими, русскими и зарубежными организациями, которые, в принципе, там уже тоже состоявшиеся. То есть могу сказать, что количество стран, которые принимают участие в данном конкурсе, оно с каждым годом растет, и это не только страны, такие как Казахстан и Беларусь, но это и страны, такие менее позитивно настроены к нам, это и страны-прибалтики, это и Украина. То есть, невзирая на все отношения, которые есть, этот проект имеет распространение. Где можно поподробнее узнать, почитать информацию об этом проекте, и, возможно, тот, кто почитает, примерит к себе условия, возможно, заявит. Ну, самый простой путь, это, естественно, зайти на сайт конкурса правконкурс.ру. Если же какие-то есть сложности с выходом в интернет, то можно либо обратиться в нашу Вятскую епархию, там есть отдельный человек, зовут ее Лариса Зорина, которая непосредственно является епархиальным координатором данного конкурса. Тем же, кто, там, считает более простым обратиться к какие-то другие каналы, ну, можно обратиться ко мне в адрес электронной почте мкурашен, собака, яндекс.ру. Я всегда готов и помочь, и проконсультироваться, и поддержать тех, кто обращается. Ну, вот это ответ Михаила Курашина на вопрос, который поступал на наш сайт. Далее у нас уже пойдут самые разнообразные темы, и тема, с которой я хотел бы начать, ну, вполне логично, министерство. Министры. 1 июля накануне, да, вот вступила в силу эта структура. Накануне в нашем эфире был заместитель председателя проекта Киевской области Сергей Щерчков. Он многое рассказал, пока еще у нас 14 министерств, появилось 4 в перспективе. И в ходе программы вчера ведущий Сергей Владимирович задали вопрос о том, а надо ли сейчас проводить некую реструктуризацию в районах области. Сергей Владимирович сказал, да, проблема есть, тема очень важная. Вот буквально цитата, кто в лес, кто под рова работает зачастую в районах. Вы согласны с этим? Дальше нужно спускаться по вертикали в районы. В данном случае не связывал бы с реорганизацией правительственных структур, потому что и формально, с точки зрения закона местного сопровождения, это у нас все-таки самостоятельный вид власти. И с точки зрения содержательной, тут тоже, точнее, неформальной, необходимо говорить о том, что эта работа, ее актуальность, она достаточно высока уже на протяжении последних лет. И это не только те ситуации со скандалами, когда у нас последние пять лет так или иначе глав приследовался за взятки, за коррупцию или за что-то еще. Ну, очередная новость экономики, и вы его, значит, позже спрашивали. Вот. Это и в первую очередь недостаточно, как мне кажется, мотивация органов местного сопровождения к все-таки развитию. Потому что даже те, кто неравнодушно сидят на своих местах, в большей мере сконцентрированы на решении там сиюминутных задач, сиюминутных проблем, и вся там структура органов местного сопровождения в этих районах администрации, она нацелена на то, чтобы, ну, условно говоря, закрывать бреши корабля. Здесь получается, что отсутствие кадровой политики, и это, опять же, уже не только муниципальный, но и региональный уровень, то есть система подготовки кадров, нехватка финансов, нехватка технологий, нехватка информации, все это приводит к тому, что, собственно, и мотивация у многих местных чиновников, она достаточно низкая для того, чтобы все-таки работать эффективно. Поэтому такая потребность есть, но еще раз говорю, я бы не связывал ее с реорганизацией там органов правительства, потому что могу предположить, что это не последняя реорганизация. Я изначально говорил, что там по общему правилу, там, общим законам управления, я думаю, что через какое-то время, там, через полгода, может быть, чуть больше, следует ожидать новую реорганизацию. Как она будет выглядеть? Ну, в данном случае, я думаю, что будут оценены с точки зрения, опять же, эффективности работы и отдельных министерств, и отдельных департаментов, и отдельных замов, и вполне возможно, какая-то еще перетряска будет, да, там, с точки зрения, там, оптимизации, сокращения, там, отмены каких-то, может быть, там, сокращения количества замов, которым мы изначально депутатским корпусом вопрос поднимали. Поэтому, вот, это, там, это отдельный процесс, и я думаю, что этот процесс, там, идет так, как он идет. Тут где-то меня журналисты спрашивают, вот, кто, на ваш взгляд, там, на своем месте, кто не на своем, ну, скажу, что, там, если бы, словно говоря, там, право формировать правительство принадлежало мне, там, конечно, я бы, там, по каким-то, может быть, персоналям, и каким-то, там, объединениям, так, новым министерствам... По-другому. ...предложил бы, да, другой путь. Но, там, губернатор со своей позиции видит, и, как бы, так, если он делает акцент на такую структуру этих людей, то, соответственно, значит, он, скажем так, верит, верит в то, что это все может работать эффективно. Поэтому посмотрим. А на ваш взгляд, будут ли эффективны те министры, которые еще и в ранге заместителей-председателя правительства находятся? Ведь вполне очевидно, что нагрузка на них возросла. Ну, в данном случае, как бы так, я считаю, что, может быть, отчасти вообще этот путь правильный, да, там, когда заместитель губернатора является еще профильным министром. То есть, с точки зрения, там, повышения ответственности, он, в данном случае, как, там, второй человек, там, правая рука губернатора, он и отвечает за профильные министерства. Плюс ко всему, там, если мы, опять же, откатимся назад и вспомним, что одним из аргументов, там, такого количества замов и такого количества министерств был тот, что, вот, там, с этими статусами проще ходить в федеральные структуры, там, в министерстве федеральные, там, выбивать деньги. Ну, я считаю, что если он, там, зам губернатора-профильный министр, ну, у него есть все карты в руки. Возвращаясь, вот, к положению дела в муниципалитетах, по словам господина Черчкова, до конца лета что-то пытается, что-то нужно будет как-то реструктуризировать. Верите в эти планы? Я верю, что до конца лета может появиться некие пилотные модели, потому что, вот, там, насколько я знаю, сейчас в ряде муниципалитетов пытаются запустить пилотные проекты по укрупнению муниципалитетов, то есть поселений, созданию неких округов. Это делается по инициативе самих муниципалитетов. Идет, естественно, достаточно тяжело, не потому что есть какое-то сопротивление, потому что, ну, там, мы понимаем, что, предположим, укрепление поселений – это увеличение объема работы и увеличение ответственности на тех, кто останется. А здесь уже вот это вот, возвращаясь к тому, что я сказал выше, вопрос их мотивации, компетенции и готовности взять ответственность за более серьезный объем работы. Поэтому я думаю, что к концу лета мы получим некие пилотные предложения, пилотные модели, насколько они будут успешны. Ну, у нас есть, собственно, срок до следующих выборов органов местного самоуправления, то есть ориентировочно. Пока, если мы говорим формально это, там, до марта следующего года, там, вполне возможно, что отнесут до сентября, но, в любом случае, вот этот период, там, год на то, чтобы эти пилотные модели опробировать и, соответственно, понять, насколько можно изменить. Но считаю, что ключевая проблема – это все-таки проблема кадров. Кстати, в одном из своих прошлых особых мнений, или в прошлом, наверное, вернее, особом мнении, вы сказали, что правительство все-таки запоздало с внедрением вот этой министерской структуры. Ну, правда, не пояснили, в чем же минус этот. Сейчас можете пояснить? Честно говоря, я не помню, когда я это говорил, но с этой мыслью, там, я действительно согласен, потому что все-таки… Сами с собой согласны. Да, согласен сам с собой. Речь, я говорил не о том, что опоздали, а о том, что затянули, да, потому что, ну, в течение, там, практически, считайте, там, 9 месяцев, да, мы все жили в ожидании того, что у нас появится новая структура. И, как бы так, надо понимать, что в течение этих 9 месяцев, там, работоспособность тех людей, которые, там, постоянно находились в ожидании, что же произойдет, она, там, крайне низкая была. Отправная точка тут – губернаторские выборы, да? Да. В прошлый год, да. Поэтому, как бы так, я считаю, что нужно было все-таки попытаться максимально быстро и максимально, не теряя, там, темпов деятельности, эту работу провести. Может быть, опять же, время покажет, но об этом тоже не раз и не два говорили все-таки, что оптимизация организационной структуры осуществляется все-таки в большем мере снизу, а не сверху. Да, то есть, и, может быть, вот весь, все затягивание произошло как раз из-за того, что сначала определили 11 замов, потом попытались пойти снизу, оптимизируя структуру. И в результате, вот, на уровне министр и, там, замгубернатор, как раз вот здесь возникла таня состыковка, которая привела к затягиванию этого времени. Поэтому, я считаю, и повторю, что, да, считаю, процесс затянутым. Преднамеренность это получился? Нет, я думаю, что, там, никакой корысти, никакой преднамеренности нет, просто, ну, вот... Просто это было впервые и как-то... Действительно, да, то есть, желание создать эффективную структуру, оно возникло, наверное, впервые у нас, когда мы пошли не просто на поводу у федералов, которые говорят, там, сокращайтесь, там, на 10, 15, 20 процентов, да, там, а попробовали действительно свою структуру пропустить через призму, там, эффективен, неэффективен. Вот. Может быть, здесь, конечно, надо было больше ориентироваться на опыт тех территорий, кто через это прошел, брать и их опыт, и, может быть, это позволило бы сократить... Ну, кстати, довольно существенную цифру экономия озвучила накануне Сергея Валимовича Щерчкова, по его экспертной оценке, порядка миллиарда рублей она составит. Я рад, если это, потому что... Ну, тут надо уточнить, что это не просто деньги появятся, да, вот их можно будет бросить на какие-то другие вещи, просто жесткий дефицит. Ну, в условиях того дефицита, который есть, там, если мы, там, спишем хотя бы миллиард с нашего дефицита, то это, естественно, очень хорошо. Я не видел вот этих, там, цифр расклада, там, откуда он берется у нас миллиард, но, в принципе, наверное, можно предположить, что, там, 70 миллионов, которые, вот, были озвучены губернатором в послании, как результат экономии по орг структуре правительства, эта цифра вырастет за счет того, что, там, на следующий год уже не нужно будет выплачивать всевозможные выплаты, которые связаны, там, с сокращением, раз. Эта цифра увеличится, я думаю, значительно увеличится, если пройдет грамотная оптимизация в ведомственных учреждениях и предприятиях, да, то есть там тоже пройдет определенное сокращение, два. Ну и третье, если все-таки проекты по оптимизации органов местного самоправления тоже, там, проведут грамотно, там, не с целью спрятать расходы, а с целью действительно получить более высокий результат и эффект, то, возможно, эта цифра будет, там, достаточно большой. Сказать, что это миллиард или, там, меньше или больше, там, я, там, не возьму. Вот, хотел бы я сейчас перейти как раз к теме уже упомянутого вами губернаторского послания. Зак Собрания выступил он с посланием перед парламентом 24 июня, и буквально за пару дней до этого события вы в своем блоге написали. Депутаты ожидают услышать от главы региона конкретные сведения о том, что же позитивного предпримет наконец-то сформированное новое правительство области в направлении социальной политики и экономики. Конечно, никто не ждет обещаний, что к концу 2015 года область сможет преодолеть кризисные процессы и выйти в плюс. Сейчас намного важнее услышать о наличии стратегических и тактических планов исполнительной власти, потому, чтобы не допустить социального взрыва и, как минимум, сохранить уровень настроений жителей, бизнеса и муниципалитетов, которые без того сложно назвать позитивными. Услышали? Правда ли с ожиданиями? Я бы уже тоже на эту тему разговаривали и хочу еще раз высказать свое мнение о том, что считаю, что в рамках послания лично я не услышал ничего нового. То есть это то, что в процессе, в течение всего года, в рамках совещаний, круглых столов, комиссий, все это мы обсуждали. И когда я говорю, что я не услышал ничего нового, я не вкладываю что-то плохое в это. Вы о чем-то подумали, что лишний отрат твой времени? Нет. Еще раз все это слушать? Мне, например, было достаточно приятно услышать о том, что по ряду позиций те мнения, которые высказывались депутатами в рамках тех же совещаний, они услышаны. Это диверсификация работы, связанная с промпарками, за которые мы достаточно сильно бьемся. Губернатор удал получение в следующем году наладить уже, да, работу? Ну, мы буквально недавно были тут в Вятских Полянах, приняли в данном случае на экономическом комитете решение о том, что, наверное, там сейчас уже смысла часто ездить туда уже нет, потому что все понимают, что все уже сделано. И сейчас только все зависит от того, как быстро въедут резиденты и запустятся, да, то есть там уже непосредственно контроля на месте. Кстати, Вятский Полянах насколько загружен или насколько не загружен в промпарк? Вот буквально в июле мы договорились о том, что встретиться с руководством промпарка, который нам должны сейчас дать помесячные планы заезда туда резидентов и начало их запуска. На момент, когда мы там были, это было конец июня, мы, в принципе, видели из шести корпусов занятых уже три, да, то есть... 50%? Да, 50%. По остальным, там, как нас заверили, вопрос сейчас уже на стадии решения, связанных с выделением кредитов, и, соответственно, этот вопрос уже там технически, когда они заедут. Есть организационные вопросы, есть там вопросы, связанные с налогообложением, с промпарка, то есть это там то, что мы вот как раз в июле, я думаю, на встрече будем обсуждать и будем вырабатывать некую там тактику действий. И вот, когда мы увидим там помесячные планы, мы договорились с замгубернатором Михеевым о том, что мы будем возождаем формат встреч раз в две недели, как это было при прежнем кураторе Георгии Николаевича Мачехина, когда еженедельно проводились совещания по ходу реализации проекта по промпарку Лавянских полянах и в Слободину. То есть мы здесь тоже будем встречаться раз в две недели для того, чтобы вот, собственно, сверять карты и смотреть, как реализуются эти планы. Поэтому я надеюсь, что там все-таки июль, ну, край середина августа, это там крайняя точка, когда там парк будет заполнен. Когда будем получать экономический эффект, это уже там вопрос следующий. Так, возвращаясь к посланию. Поэтому многие вопросы, было приятно услышать, что мнение и там позиция губернаторов, они в данном послании были обозначены. Достаточно, ну, скажем так, приятно было услышать объективную оценку ситуации с точки зрения того, что там не строим каких-то там иллюзорных замков, понимаем, что у нас кризис, понимаем, что у нас очень тяжело, но при всем при этом делаем акцент на те успешные проекты, которые есть. Вот тут тоже небольшое отвлечение, то есть там все мы знаем, что наш губернатор достаточно очень сильно любит всевозможные эксперименты и пилотные проекты. За там период с 2009 года их накопилось достаточно много. Какие-то показали себя успешно, какие-то неуспешно. И здесь как раз в послании мы услышали о том, что по большинству вот этих проектов, которые были ранее, принимается решение по расширению. То есть в данном случае это, наверное, правильный путь. Ничего нового пока мы не ищем. Мы используем те эффективные и успешные практики, которые у нас уже отработаны. А потенциалы есть у них? Это и лекарственное страхование, это и ППМИ, это и служебное жилье. То есть в данном случае это то, что себя уже зарекомендовало с точки зрения результата. Нужно идти дальше. И может быть как раз в нынешних условиях это как раз будет путь во спасение. То есть когда мы сможем и социальное настроение изменить и создать, может быть, какие-то дополнительные условия для экономической вопроса. Поэтому то, что там услышали, я считаю, что услышали достаточно позитивно. Может быть по каким-то отдельным моментам не хватило расшифровки. То есть вот там, предположим, коллега госдумы Сергея Александровича в твите, в блоге, в самом выставке. О поводу спорта он даже писал. Да, ему не хватило спорта. Отчасти соглашусь, потому что спорт это все-таки не просто строительство объектов, инфраструктуры. Спорт и спорт это все-таки более массовое явление. И, честно говоря, для меня спорт в большей мере выражается в возрождении системы муниципальных, областных соревнований. То есть вот это то, что называется массовый спорт. Девский спорт, который перерождается уже в спорт любительский, полупрофессиональный, а не только профессиональный. Это первый момент. Второй момент, чего мне не хватило, предположим, я не услышал позиции относительно, предположим, молодежной политики, темы, которая для меня достаточно близка. Несмотря на то, что многие вопросы так или иначе касались молодых людей, но в целом позиция губернатора в отношении молодежной политики, она для меня так и осталась закрытой. Поэтому я считаю, что вот это как раз то, на что стоит обратить внимание. Но предполагаю, что дело не в том, что он не видит молодежную политику стратегии развития, а, скорее всего, дело в том, что на сегодняшний момент успешных, опять же, вот этих практик, моделей, пилотных проектов, которые можно было бы взять за основу реализации молодежной политики, их пока нет. Поэтому, ну, считаю, в том числе... Это можно поставить в укор губернатора, что за эти годы так ничего толкового и не вышло? Ну, тут тоже ситуация, я думаю, что ни для кого не секрет, что, там, являясь сам молодым и испытывая определенный интерес к вопросам, связанным, к вопросам молодых, да, там, это поддержка всевозможных проектов, в том числе, вот, проект вашей радиостанции по... Ну, может быть, вот, опять же, там, поддерживать достаточно много, все-таки, пока не удалось найти базисы, там, в укор, не в укор, там, ну, отчасти, там, губернатору я говорил о том, что, там, можно сделать работу более эффективнее, и предлагал о том, как можно повысить эффективность вообще молодежной политики. Я думаю, что, там, работа эта будет продолжаться. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу, пару минут, и продолжится особое мнение вице-спикера Законодательного собрания Кировской области Михаила Курашина. Продолжается особое мнение, и сегодня это особое мнение вице-спикера Законодательного собрания Кировской области Михаила Курашина. Я хотел бы перейти к городским темам, вернее, одной городской теме, довольно известной, но шумевшей активисты, которые устраивали народный сход в парке Победы 18 июня и собрали более 6 тысяч подписей за проверку законности продажи вот этого участка, 4 с лишним гектара, передали все материалы в приемные Путина, Медведева, Генпрокуратуру, Общественную палату Российской Федерации. Ваша позиция по поводу таких действий активистов, кажется ли, успешными, действиями, эффективными? Я действительно поддерживаю, и еще в 2011 году, когда только первая волна была относительно того, что, ну, опять же, там, эта фирма пыталась в прибрать этот участок, выступали, в том числе, не только в рамках избирательной компании, но и помимо этого, что, там, этого делать нельзя. И вот, в подтверждение своих же слов, как-то пару раз тут, пару недель назад, наверное, проезжая как раз мимо этого замечательного стадиона Терриот Путия, я увидел, что он активно используется и отдыхающими, и загорающими. Я считаю, что это место достаточно уважаемое жителям микрорайона, поэтому я целиком поддерживаю это решение. Ну, опять же, там, на уровне слухов могу только, с учетом того, что меня здесь не было несколько дней, что вроде как прокуратура опротестовала. Да, она требует признать незаконным сделку между администрацией и этим заводом. Ну, я уже тоже об этом говорил, еще раз, может быть, повторю, что, на самом деле, там, я не знаю, зачем сейчас доводить все это, там, до президента, генпрокуратуры и всего остального. Решение это ведь очень просто, то есть городская дума должна просто отменить свое решение по данной сделке, и тогда уже никаких шумов и скандалов не будет. Тот аргумент о том, что, там, на протяжении, там, этих лет фирма, которая получила право в аренду, да, что каким-то образом заботилась об этом участке и ее развела, она тоже несостоятельна, потому что, когда они заявляют о том, что они, там, за это время построили корты и все остальное, корты они построили на порядок раньше, а, там, за те четыре года, покуда вот эта ситуация, там, находится на острие с тем же стадионом, и тогда ведь стадион был таким основным объектом. За эти четыре года со стадионом-то ничего не произошло, ничего не получилось, то есть можно сделать вывод, что, там, этот участок изначально не рассматривался, как, там, возможно, спортивное сооружение. Поэтому я поддерживаю целиком активность жителей, я очень надеюсь, что все-таки, вот, и предписание, там, прокуратуры и реакция, там, по итогам обращения в Москву дадут свои результаты, и все-таки договор будет расторгнут. А вот дальше встанет вопрос, чего делать с этой землей. А что можно с ней делать? Ну, по логике... Она до сих пор находится в статусе только лежитого строительства спортивных объектов. По логике кто-то должен будет, это самое, возрождать этот стадион, возрождать эти спортивные сооружения. С учетом, там, жесткой позиции города, я так понимаю, что, если все-таки произойдет отмена, там, это самое решение, ну, город, как бы так, вряд ли покажет свою активность к тому, что возродит стадион. И, соответственно, мы, скажем так, решимся и в минутный момент, проблему, а вот в неком таком стратегическом плане, да, там, проблема-то она останется. Интересно, да, если такая сложится ситуация, и собственник, да, этого участка скажет городу, ну, что, ну, покупайте обратно только уже по реальному строительству. Может быть, и такой вариант, ну, если, там, город думает все-таки, в первую очередь, о людях, то он должен согласиться с этой сделкой, понимая свою ошибку, и понимая, что, там, он переплатит на порядок больше. Ну, кстати, во время хода, я присутствовал, как с хода, вернее, да, присутствовал, там, у меня такая мысль возникла, наверное, с точки зрения эффективности бизнеса, 4 гитары земли, и содержать на них какие-то спортивные сооружения, ну, как-то не очень-то эффективно, наверное, много не зарабатываешь на этом. Не могу, вот в данном случае, там, ни то, ни другое, я просто видел объекты, которые по площади и меньше, и они достаточно, там, успешные в качестве бизнес-проектов, да, то есть, так скажем, там, интернат, футбольный интернат в Удмуртии, в Ужевске, ну, по площади ничуть больше, ну, точнее, не сильно больше, да, вот, но по количеству, там, секций, групп, которая, там, занималась и занимается, да, там, я понимаю, что это, там, достаточно серьезная школа по подготовке футбола, да, там, когда мне потом начинают рассказывать о том, что, вот, там, начиная с 14 лет ребята заключают контракты уже, да, говорит о том, что там есть результат, и, соответственно, бизнес-модель там тоже может быть реализована достаточно успешно. Поэтому дело все ведь в желающих, у нас, на самом деле, по городу футбольных полей, футбольных площадок не так много, то есть, в зал, там, простой группе ребят со двора не попасть, потому что залы все, там, давно уже перешли в некую коммерческую простость, а, там, доступных футбольных полей практически нет. Да, вот, член общественной палаты Николай Пихтин, он не устает повторять, что футбольных полей у нас достаточно, они есть, на них никто не играет. Ну, попробуйте. Загрузите сначала их. Попробуйте, вот, опять же, не хочу в полемику с Николаем, я думаю, лично мы с ним обсудим. Я, там, по себе помню, что, когда мы хотели играть в футбол детьми, мы шли на ближайший страдион, там, шинник, выходили на пыль и бегали. Попробуйте-ка сейчас вот так со двора собраться и прийти, там, не знаю, на прогресс, на машинку и просто так побегать. Ну, там, сразу выгонят, потому что, там, это коммерческая составляющая. То есть, там, пример, факел, да, стадион сделан, стадион действительно качественный, там несколько площадок, есть и стадион с искусственным паркетом, есть и мини-площадка, площадка для мини-футбола. Они постоянно заняты, там, это бизнес-модель там работает, то есть, и она востребована. Поэтому, там, не знаю насчет большого количества, количество может быть действительно достаточное, но доступность этих стадионов для простых, вот, там, для ребят со двората, она крайне низкая. Хотел бы я сейчас озвучить инициативу, которая касается, в том числе и вас, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, направил обращение на имя главы правительства Дмитрия Медведева, в котором предложил обязать первых лет за государство и регионов, а также депутатов Госдумы и региональных парламентов, отчитываться о совершенных ими за год административных правонарушениях, штрафах и так далее. Якобы это позволит людям составить такую объективную картину о законопослушности власть имущих. Популизм или действительно что-то в этом есть? Ну, я, честно говоря, там, ну, те, кто хотят данную информацию найти, они ее и так найдут. Да, то есть смысл узаконить, чтобы человек сам ее выкладывал, ну, можно это сделать. Но у нас вот есть пример, там, декларации, ничего не имею против задачи декларировать, но проблема-то вся заключается в том, что там многие не понимают, для чего, там, во-первых, депутату, работающему на общественном сначала, для чего ему подавать декларацию, да, то есть у него там есть свой бизнес, и понятно, что там это его внутреннее дело, это его предприятие. А во-вторых, такая парадоксальная ситуация, что вот там мы составляем декларацию, бегаем там по банкам, бегаем по всем структурам, собираем эти справки, при всем при этом, там, почему это не может там запросить кто-то у этих же самых структур и просто сформировать вот эту декларацию и показать все цифры. Основная проблема, там, сдачи нынешних деклараций нами, там, заключается в технических ошибках, которые совершаются. Не у нынешенных и не корыстных, а в технических неправильный номер счета, неправильная, там, сумма остатка, там, вплоть до копеек и так далее. Поэтому, вот, это примерность тоже опер. Ну, там, если примут такое решение, там, возражать не будем, да, там, ну, давайте будем выкладывать. Ничего там сложного нет, там, опять же, придется просто бегать в ОВД, запрашивать, там, справки о наличии у нас, там, административной ответственности. Опять же, ответственности для депутатов за то, что он не предоставил, никакой нет, да, то есть, если депутат на общественных началах, вот мы уже с этим сталкивались, да, там, ответственности за неисполнение, там, непредоставление декларации, никакой нет. Ну, там, для чего это тогда придется? Просто так, там, о задачи депутатов, чтобы они не расслаблялись, ну, ради бога. А на ваш взгляд, надо ли что-то еще сделать, вот, какие-то вводить обязанности, да, для чиновников, депутатов, чтобы деятельность была более прозрачной, А куда еще более прозрачной? Вот куда еще более прозрачной? Сколько он получает, откуда он получает, на что он тратит, уже, собственно, всем известно. Ну, там, лезть уже в постель к чиновнику, но я считаю, что это уже, там, просто, там, элементарные вопросы, связанные с уважением человечества за стоимость, да, там, административная ответственность, еще раз говорю, там, эта информация, она же тоже не закрыта, да, ради бога, там, решение суда выкладывается, и если, там, в отношении депутатов применяется, то применяется, если, там, депутаты Госдумы у нас обладают неприкосновенностью по всем этим вопросам, ну, там, что вы хотите получить? Сомневаюсь я, что, там, губернатор области или президент, она штрафует, там, за неправильный переход, там, дороги в неположенном месте. Вот, что мы хотим получить, какой эффект от этого всего? Ну, может быть, господин Суройкин просто хотел там сам засветиться. Ну, вот, вот, с этой целью, да, там, ну, вот, мне кажется, я тоже об этом уже не раз и не два говорил, но в сегодняшний момент у нас, по-моему, из, там, работа в госорганах и муниципальных органах становится вообще каким-то проклятием, потому что, там, и почему, собственно, и люди-то, наверное, не идут. Ну, наверное, в том числе из-за этого. Жизнь-то у них не лучше, там, с точки зрения работы, да, там, а вот контроль это за ними, ну, и более, да, то есть, и поэтому, вот, как бы так, ради чего это все? Не понимаю, не понимаю я подобных единиц. Остается у нас несколько минут. Спрошу еще про формирование нового состава общественной палаты. Как известно, процесс этот уже запущен, и я тут понимаю, уже на июльском пленарном доседании, да, должны быть озвучены те 12 претендентов, которые пойдут от ЗАГСа браницу, верно? Да. Сейчас есть уже кандидатура, рассматривается, вы лично участвуете в формировании новостейск? Ну, у нас, согласно закону, каждый депутат имеет право выдвигать, то есть, по своей фракции мы решили, что выдвигать, ну, кто хочет, кто, там, у кого есть люди, они имеют право выдвигать, но дополнительно мы готовы были и провели заседание фракции на предмет того, что дополнительную поддержку кому-то из кандидатов предоставить. В частности, фракции было принято решение о том, чтобы рекомендовать дополнительно кандидатуру Натальи Исаева, Наталья Арктирская Россия. Да, и руководителя союза, простите, театральной деятельности. Да, театральной деятельности, да, Кировского отдела. Вот, то есть, ну, я думаю, что, там, рассказывать о том, кто такой Исаев, никому не надо, и то, что человек в рамках и союза театральной деятельности, и просто как человек делает для общества достаточно многое, посчитаю, что тоже смысла нет. И очень надеюсь, что на июльском заседании этой же позиции будут придерживаться все остальные депутаты, что это достойный представитель. А все 12 претендентов, они должны будут присутствовать на этом пленарном заседании? Ну, мало того, что все 12, да, должны будут присутствовать все. А, всех. И мы будем заслушать всех. То есть, вот, условно говоря, там, 54 у нас всего депутата, там, ну, на следующий момент 52, да, то есть, там, если все выдвинуты 52, то, соответственно, заслушать всех 52. Но я знаю, что, там, ну, количество выдвинутых не настолько, там, не 52, а поменьше, но, в любом случае, заслушать будем всех. А известны вам еще какие-то фамилии людей? Ну, вот от вашей фракции Натальи Николаевны. Ну, я пока, вот, честно говоря, там, особо не сконцентрировался на этом, потому что мы в основном работали с тем, с теми людьми, которые от нашей фракции, и, как бы, как могу, вот. У кого идея-то возникла? Фамилия Трисаева? У кого всплыла в Гаваре? Ну, у нас ее выдвинул депутат от Кирова-Чапецка. В данном случае я поддержал, вместе мы с этим депутатом как раз эту вопрос обсудили о том, что почему бы и нет. Тем более, что она согласна. А, то есть с ней уже переговоры предварительные были проведены, она согласна. Хорошо. Так, ну что, не стекло у нас время особого мнения, получается, да? Завершаем мы наш разговор с вице-спикером ЗАГС-собрания Кировской области Михаилом Курашиным. Михаилович, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Быстрое время прошло. До встречи. Спасибо. Всего доброго.